Приветствую вас, Ксения. Давайте разберем ваш вопрос. Собственно, отвечая на него, ответить на него можно примерно так. Что делать вам, чтобы что? Потому что для разных целей, разные действия, разные средства, разные стратегии. Вот, это первое. Ну а второе, если бы вы спросили меня, что вам делать, я бы сказал, что вам нужно разобраться в себе. Потому что слишком уж много у вас здесь, как мне кажется, намешано. Вот, хотя, опять же, мне показалось, что самое большое ваше желание, которое я почувствовал, это желание, не знаю, какой-то защиты, желание опоры. Вот, и, вероятно, это то, что вами движет. Но, в последнее время, очевидно, что вы не очень хорошо разбираетесь в себе. Вот, вы не очень хорошо чувствуете и слышите то, что с вами происходит. Вот, и, на мой взгляд, именно это, собственно говоря, вам мешает. По ходу текста, по ходу текста я несколько раз серьезно путался, кто где. Ну, то есть, где ваш бывший, где ваш, условно говоря, настоящий мужчина. Ну, то есть, тот, с которым вы сейчас находитесь. Вот, наши, вот. Было довольно сложно уловить, вот это вот, эммм, где кто, все кто. И, довольно сложно было уловить, эммм, кого как вы воспринимаете. Ну, смотрите, здесь есть несколько основных факторов. Первое. Это то, что вы не говорите. Эммм, значит, я была в отношениях, мне понравился другой мужчина, я перестала. Эммм, понимаете, это, эмм, действие, да, очень похоже на, эммм, реакционное поведение. Реакционное поведение отличается особой спонтанностью, особой резкостью и очень сильным изменением как бы сознания человека. То есть, ну, человек как будто бы, вот у него ощущение, что как будто бы он сам не свой в этот момент. Происходит это, как правило, из-за того, что на какие-то вещи не обращают внимания. Ну, вы же не думаете, Ксения, правда, что у вас совсем случайно появилась как симпатия, у вас совсем случайно появилось желание переспать с мужчиной и так далее. Вы же не думаете, что это произошло, что у вас уже был мужчина и так далее. Вот. Ну, я надеюсь, что вы так не думаете. Я надеюсь, что вы, я надеюсь, что вы не думаете, что это произошло в футене, потому что если, если вы так думаете, то получается, что, ну, к какой-то степени, что от вас ничего не зависит. А это на самом деле не так. От вас зависит, зависит много вопросов, потому хотите ли вы брать на себя за это ответственность. Вот. Если хотите, то вам можно и нужно помочь. Если нет, ну, тогда, я думаю, что вам, ну, предстоит, как бы, зависит от рядом с мужчиной. Вот. Дальше. Эм, случайно ли, эм, то, что вы, эм, эм, переспать с этим мужчиной и находясь, по сути, сейчас с другим человеком, да, в отношениях. Эм, значит, скучаете по-бывшему. Вот. И является ли это случайностью? Вопрос, который? Хочется вам задать. Нет. Это не является случайностью. Это, ага, означает только то, что вы, э, чем-то, были в отношениях с, э, бывшим неудовлетворением. Но, не обращали на это никакого, никакого внимания. Эм, ну, почему-то, вот почему-то вы на это внимание не обращали. Особо, совсем. А, внимание обратить на это, конечно, нужно было бы. Потому, потому, потому как, потому как, потому как момент это такой, достаточно значимый, достаточно важный. О, понимаете, да, о чем, э, что я имею в виду. Ну, и, э, в итоге, в итоге, вот, и, получается, что не очень-то хорошо, вы знаете, э, что вообще с вами происходит. Вот, то, что происходит, да, вот, ну, на самом деле это вполне нормально. Ну, на мой взгляд, ну, вот, какое дело, что в этом нужно разбираться. Следующее. На что хочу обратить я ваше внимание. Следующее. Следующее. Это неуверенность в себя. Это неуверенность в себя. Что это значит? Что значит неуверенность в себя? Это означает, что вы приблигаетесь сомнению. По идее все. Вот. По сути. По сути, по сути, по сути, по сути дел. И это, как мне кажется, большая проблема, что вы подвергаете вам мнение, свои собственные действия, вы можете вполне легко обесценивать то, что вам хочется, вы можете обесценивать то, что вам интересно, то, что вам нравится и так далее, то это вы можете делать, можете как бы сами себя в какой-то степени принижать. Дальше, почему-то вы нуждаетесь в каком-то рене, то есть у вас есть вот такая нужда, скажем так, у вас есть такая потребность. И мне кажется, что с этим тоже нужно отдельно поработать. Вот, от чего вы нуждаетесь в контексте, ну вот, например, мужчин, то есть то, что вы нуждаетесь в мужчинах, рядом, например, над собой, вот. Я думаю, вы не будете с этим спорить, да, что вы нуждаетесь в этом. Вот, и мне кажется, что на это также нужно обратить вам своё внимание, потому что это достаточно, достаточно вряд. Так, дальше, значит, так, была уверена вот мой будущий мысль, для чего вам нужд. Вот. Ну и в целом, есть ощущение, что вы как будто бы не лучшим образом к себе относитесь. вот, я бы так, я бы так сказал, вот, такое ощущение, да, что не лучшим образом вы к себе относитесь. Вот такое ощущение, что вы себя обцениваете, вот, такое ощущение, что вы себя, ну, не очень цените, да, вот, и не очень, не очень принимаете, вот. То есть, как бы, это, это довольно серьёзно, вот, потому что, если этого не происходит, условно говоря, вот, то вам довольно, довольно сложно будет, ну, даже, вот, выстраивать отношения с людьми, да, в том числе, там, с, ну, мужчинами, вот. Поэтому так важно, ээээ, ну, себя, ээээ, лучше себя ощущать. Поэтому так важно, эээ, лучше себя чувствовать. лучше, чем сейчас вы себя ощущаете, лучше, чем сейчас вы к себе относитесь. Мне кажется, тут примерно так все обстоит. Вот, именно поэтому я рекомендовал бы вам терапию, вот, я рекомендовал бы вам психотерапию, вот, для того, чтобы разобраться за себя, для того, чтобы лучше, может быть, себя понять. Вот, это вот то, что я бы рекомендовал сделать сейчас. Вот, ну, то есть понятно, что решательный, конечно, вот нам. Мне кажется, мне представляется это вот такой историк. Вот. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что это было вам интересно, познавательно. Вот. Надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы, вот, надеюсь, что вы решите для себя дальше, что вам делать. Вот, надеюсь, вы, вы подумаете, как вам действовать, вот, и выберите наиболее оптимальные для себя решения. Вот. Всего вам самого доброго удачи. Надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена со самым наилучшим образом.